На асфальте благодарственные надписи, на крыльце статуэтки аистов. Под музыку в воздух взмывают белые шарики. Это самое начало праздника. После выступления доктора будущие мамы поднимаются в конференц-зал. Их ждет учебный фильм, лекция и викторина с подарками. Акция «Чудо в каждой капле» проходит в рамках недели грудного вскармливания. Ее проводит Всемирная организация здравоохранения уже почти 30 лет. Стереотипы, жизненные трудности. Мамы отказываются кормить грудью по разным причинам. Одна из наиболее распространенных – это преждевременные роды, рассказывают специалисты. Это всегда стресс для женщины. Женщина рожает, она в стрессе, у нее пропадает молоко, получается порочный круг. Она хочет кормить, но она в стрессе, нет молока. И здесь, конечно же, в первую очередь на помощь приходят врачи, ноонатологи, проходят беседы, проводят с мамами. Кроме беседы помогают специальные процедуры. Особое медицинское оборудование. Если ребенок находится в реанимации или по каким-то причинам не берет грудь, женщине необходимо сцеживать молоко. Для этого в родильных домах выделяют отдельное помещение. Я очень сильно перенервничала, и так случилось, что пропало у меня молоко. Но спасибо врачам, они переубедили меня, что можно расцедиться. И как бы помогли мне в этом деле. И все получилось, я расцедилась. Сейчас я кормлю его грудным молоком своего малыша. Акция «Чудо в каждой капле» проводится при участии благотворительного фонда «Право на чудо». Он был создан год назад для поддержки семей с недоношенными детьми. Фонд выпускает информационные брошюры, закупает медицинское оборудование, организовывает школу для мам. Школа под названием «Пациент» с мая работает и в Ивановском перинатальном центре. Темы занятий самые разнообразные. Как сохранить лактацию? Что делать, если молока становится меньше? Если вдруг какие-то проблемы с грудью, даже уход за ребенком? Что делать, если ребенок не может взять грудь? То есть приемы правильного прикладывания к груди. Это тоже очень много тонкостей, которыми каждая мама, особенно молодая, первородящая, должна владеть. В прошлом году акция в поддержку грудного вскармливания прошла в трех родильных домах Московской области. В нынешнем – почти во всех. В результате, уверены в областном Минздраве, уже в этом году молодые мамы будут кормить грудью в полтора раза дольше, чем в прошлом. Алексей Пименов, Владимир Бижонов, Анастасия Нуфонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин